Приветствую вас, дорогие мои друзья И сегодня по многочисленным просьбам Я записываю Айсмер-расклад Сейчас я зажгу свечечки Айсмер-расклад на тему Что идёт Что спешит В вашу жизнь Можете загадать период и больше ничего загадывать Такого не надо Не нужно никаких героев Никаких мужчин Никаких женщин Просто подумайте о себе Представьте себя В лучах голубого света И мы сейчас будем задавать Вот такое интересное колоде Тара Безумной луны Вопрос Что спешит в вашу жизнь Что спешит в вашу жизнь В ближайшее будущее Что же спешит Что спешит в вашу жизнь В ближайшее будущее Итак, поставим первую корту. Первая корта важная разговор о том, что то, что в вашей жизни разрушено было когда-то, опять пытается к вам вернуться. Может быть это отношения, может быть это какие-то ситуации на работе, может быть это какие-то жизненные ситуации. В любом случае, пожалуйста, будьте аккуратны. То, что было разрушено в вашей жизни, то, что вам казалось погибло навсегда, оно вновь возвращается в том или ином виде в вашей жизни. И мы теперь смотрим, что же это такое. Это идёт ваш шестлов, молодой человек, у кого-то может проиграться сын, у кого-то может проиграться бывший, бывший молодой человек, который моложе вас, который либо очень энергичный, либо огненный стихией. И вот посмотрите, он идёт к вам на всех парах, несмотря ни на что, несёт какую-то страсть, несёт какие-то свои желания. И если связать это с каждой башню, с этим человеком, у вас либо была ссора и вам казалось, что всё закончено, либо с этим человеком, с этим вашим жезлом, вы участвовали в каком-то событии вместе, которое разрушало вас обоих. Что за самый детский? Давайте доставать. Кролевый фентакль. Этот человек идёт, очень может проиграться у многих, что идёт на примирение после долгой ссоры сын к матери. Либо, повторюсь, молодой человек идёт бывший к своей женщине, ценность которой он теперь осознал, теперь понял. Теперь хочет донести до неё свои желания, свою страсть, своё понимание ситуации, которую, возможно, он сам же и разрушил. И теперь, да, 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 девчонки, тут по дьяволу, тут по дьяволу, по дьявольской страсти, по дьявольской привязке и зависимости идёт главный молодой человек, который явно не намерен, явно не намерен оставлять ваше общение в прошлое, пусть даже оно по башне или разрушено. И давайте смотреть, что же дальше, что же дальше. Этот человек по девятке кукол хочет наполниться и наполнить вас. Он как будто бы, знаете, как будто бы джинна из бутылки выпускает свою страсть, своё такое вот желание наполниться энергией вашей и наполнить вас. Девятка чаш, карта интересная, она часто говорит об отношениях, которые, как вам сказать, на качелях находятся, на эмоциональных отношениях, которые одновременно и обстошают, и одновременно как-то наполняют. То есть вам эмоциональные качели, в любом случае равнодушие, спокойствия здесь нет. Что ещё к вам идёт? Идёт какой-то успех на работе, семьи, так ли? Либо этот человек, который идёт в вашу жизнь, он готов работать над отношениями. Если кто-то смотрит ситуацию по своей трудовой деятельности, то, пожалуйста, смотрите, вам здесь придётся вложиться, потрудиться для достижения какого-то проекта. Дальше смотрим. В любом случае, смотрите, карта звезда, в любом случае, какую-то ситуацию вы сейчас не рассматривали, вас ждёт успех. Если это вопросы карьеры, куда вам необходимо сейчас вкладываться, когда в прошлом из-за какого-то человека ваши мечты гонули, то теперь появляется шанс этим мечтам воплотиться. Нужно упорно поработать. Если разговор об отношениях, то отношения, которые когда-то были разрушены, привлекаются с новой силой, с новой яростью, и появляется прекрасный шанс в ближайшем и вдалёком будущем. Смотрите, какая прекрасная здесь девушка льёт воду, и над кого у неё звезда. Рассковор о том, что мечтаете больше, мечты имеют свойство реализовываться. Самое главное, надо мечтать правильно. Что ещё спешит в вашу жизнь? Что ещё спешит в вашу жизнь? Смотрите, тут разговор о том, что вы находитесь в каких-то ограничениях. Это восьмёрка мечей. Но это ограничение, самоограничение. Тут вам необходимо проработать свои какие-то страхи, свои какие-то предубеждения, свои какие-то мысленные переживания, блоки, которые не отойдут вам достигать вот этой самой цели. Что ещё? Пора выходить из депрессии. Ярно кто-то долго находился в депрессии. Ярно кто-то тут переживал, страдал, может быть, даже выпивал. Был в четвёрке чаши. Может быть, не видел, потому что, смотрите, три бокала полных, то человек от них отворачивается почему-то и смотрит только на тот бокал, который обустошается, который выпал из жизни. У вас имеется ресурс для того, чтобы реализовать задуманное, как в отношениях, так и на работе, если вопросы касаются работы. Поэтому нужно выходить из депрессии и не нужно отчаиваться, нужно начинать действовать. Хорошо, не спросим, в каком направлении действовать. Смотрите, семёрка чаш. Это карта мечты, карта фантазии, карта визуализации. В первую очередь, для того, чтобы реализовать какие-то свои планы, нужно визуализировать, обязательно визуализировать то, что вы хотите получить. Потому что, только что я говорила, что мечты имеют свойство сбываться. Если вы не мечтаете, то что же у вас тогда сбудется? Конечно же, нечего. Поэтому смело фантазируйте и в данный период, в ближайшее время, у вас есть все шансы реализовать свои мечты, достичь желаемого и обрести счастье. На дне колодок карта Дурак. Это классная карта. Вы смело можете идти в новое. Вы смело можете проходить трансформацию. Проходите перезагрузку. Становитесь на путь понимания, на путь обновления. Будьте легче и двигайтесь вперёд. Я желаю всем удачи. Я вас всех люблю. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok